Русский полководец Александр Суворов, за свою жизнь не проигравший ни одного сражения, всегда призывал воевать не числом, а умением. Он не без основания полагал, что на поле брани тактика и умение значат не меньше, чем количество и мощь, и выводы его подтверждает история. Достаточно вспомнить, как Красная Армия, имея колоссальное преимущество в живой силе и технике, едва смогла справиться с разрозненными финскими войсками во время Зимней войны. К началу конфликта в ноябре 1939 года в распоряжении СССР было более 425 тысяч солдат, почти 2900 орудий, 2300 танков и 2450 самолетов. Уже через несколько месяцев советский воинский контингент на Карельском перешейке увеличился до 760 тысяч человек. Финляндия, по ее оценкам, на момент нападения могла противопоставить порядка 250 тысяч солдат, 30 танков и 130 самолетов. По советским данным, регулярные финские войска насчитывали 265 тысяч человек, 64 танка, 270 самолетов и 534 орудия, не считая береговых батарей. Плюс, в течение войны к ним присоединились добровольцы всего около 11 тысяч бойцов. Более того, несмотря на то, что ни одна страна официально не выступила на стороне Финляндии, помощь ей как дипломатическую, так и материальную оказывали Великобритания, США, Франция и Швеция. Стокгольм, один из главных союзников, передал Хельсинки 29 самолетов, почти 300 орудий разного типа, 80 тысяч винтовок и 50 миллионов патронов. Британцы поставили 75 самолетов, в том числе новейшие бомбардировщики Блинхейм и истребители Харрикейн, 114 полевых и 200 противотанковых орудий и снаряды к ним. Французы подарили финнам 49 истребителей, а еще 130 самолетов выгодно продали. Посильную помощь Финляндии оказали также Дания, Италия, Бельгия и даже Южноафриканский Союз. В общей сложности за время войны Суоми получила 350 самолетов, 500 орудий, более 6 тысяч пулеметов, около 100 тысяч винтовок и другое вооружение. Этого все равно не хватало хотя бы для того, чтобы сравняться с СССР. Другое дело, что переданное вооружение зачастую было на порядок лучше того, которым располагали участники конфликта. Например, половину 32 единицы всех танков, стоящих на вооружении финнов, составляли Викрсмкей и выпущенные в Великобритании машины, отвергнутые британской армией и в итоге отправленные на экспорт. Стальные 32 танка, видавшие еще Первую мировую войну Рено ФТ, преимущественно годные лишь для того, чтобы использоваться в качестве неподвижных огневых точек. У Советского Союза ситуация была немногим лучше. На балансе у Красной Армии имелись танки серии БТ, легкий Т-26 и тяжелый Т-28, а также плавающие Т-37 и Т-38. Броню каждого из них имевшиеся у финнов орудия и пушки пробивали без труда. К тому же часть машин имела только пулеметное вооружение, не способное поражать бронированные цели. Только новейшие машины, СВК, квадратных и Т-100 доказали эффективность при прорыве укрепленных линий обороны, но таких танков у СССР было ограниченное количество. Зимняя война закончилась формальной победой Москвы. Все официально объявленные территориальные претензии СССР были удовлетворены, а лидер страны, Иосиф Сталин, отмечал хорошую работу Красной Армии. В то же время сам ход боевых действий укрепил мнение руководства западных государств о слабости советских войск, и самой главной причиной для этого стали значительные боевые потери. Советский Союз лишился более 126 тысяч человек, тогда как Финляндия потеряла убитыми почти 26 тысяч солдат. Бросается в глаза и несостоятельность плана Москвы на войну. Совсем не оправдался расчет на молниеносный прорыв, потому что командование неверно оценило боеспособность противника и просто было не в курсе того, какие оборонные сооружения могут встретиться на пути красноармейцев. Сказались и проблемы в управлении и организации снабжения войск. Историки склонны списывать неудачи советских войск на многие факторы. Исследователи, например, пеняют на плохую подготовленность командного состава, отсутствие уличного состава специфических навыков, необходимых для ведения войны зимой в условиях Финляндии. Большие потери они также объясняют, в частности, неожиданно суровой зимой и тем, что финские солдаты в отличие от красноармейцев были лучше экипированы для боев в морозы. Вместе с тем, больше всего неприятностей советским войскам доставили не холод и снег, а применяемая финами партизанская тактика. Она получила название «Матси», и суть её заключалась в том, чтобы вместо позиционной борьбы с превосходящими силами противника разделить их на отдельные обособленные группы, а затем методично ликвидировать. Для этого использовались небольшие отряды лыжников, часто вооружённых только автоматами, и снайперов, кукушек, нападавших на подразделения, остановившиеся на привал или на передвигающиеся колонной. За месяцы войны финами была выработана чёткая последовательность действий при атаке. Чаще всего она совершалась на группы, идущие по дорогам, где был невозможен или сильно затруднён съезд. Сначала при помощи мин, коктейлей молотого или пулемётного огня из строя выводились ведущие и замыкающие машины, затем снайперы уничтожали водителей, командиров и связистов противника, а также полевые кухни. В результате колонна становилась полностью неуправляемой и обездвиженной, отсюда и название тактики «Матси» буквально переводится как «Поление». Дальше дело оставалось за малым завершить разгром колонны до её полной ликвидации. Причём для этого даже не требовалось убивать оставшихся солдат, часто финны предоставляли сделать своё дело холоду и голоду, просто следя за тем, чтобы никто не мог покинуть группу или подойти к ней. После этого оставалось лишь забрать нетронутую огнём советскую артиллерию, танки, грузовики и конный состав. Как раз этим и объяснялось то, что к окончанию войны армия Финляндии захватила значительное количество советской бронетехники, и то, что причиной смерти многих красноармейцев официально считается обморожение. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...